Вода – самое простое и привычное вещество на планете. Между тем, без нее невозможна была бы жизнь в привычном для нас понимании. Она крайне необходима для функционирования наших организмов. Более того, человек сам состоит из воды на 70%. Если человек теряет 2% воды от массы своего тела, то у него возникает сильная жажда. Если проценты потерянной воды увеличатся до 10%, то у человека начнутся галлюцинации. При потере в 12% человек не сможет восстановиться без помощи врача. При потере в 20% человек умирает. На настоящий момент из всех запасов воды на Земле питьевой является всего лишь 1%. Вода из-под крана, бутилированная и фильтрованная вода доступны в 21 веке практически каждому. Однако чем они отличаются и какая вода полезнее для организма. Сегодня об этом мы с Вами и поговорим. Здравствуйте, мои хорошие! Мы с Вами состоим из тех же самых атомов, что и неживая материя. И тело человека лишь примерно на 35% состоит из живых клеток. Остальное – это различные элементы и минералы – около 5% и вода – 60%. Поэтому мы с Вами не только то, что мы едим, но скорее даже то, что мы пьем. Вода поддерживает правильное функционирование всех органов организма и выполняет множество важных функций, таких как доставка питательных элементов и кислорода к клеткам, вымывание вредных бактерий из мочевого пузыря, помощь пищеварению, предотвращение запора, нормализация артериального давления, стабилизация сердечного ритма, защита органов и тканей, поддержание и регулировка температуры тела, поддержание электролитного баланса. Если человек пьет мало воды и жидкости, ежедневно появляется риск обезвоживания. Это может проявиться в слабости, низком кровяном давлении, головокружении, спутанности сознания или появлении темной мочи. Австрийские ученые из Инбрукского университета фармакологии обосновали количество воды, необходимое для нормального функционирования человеческого организма. Существует естественный водный баланс, при котором человек теряет до двух литров в сутки. В организме накапливаются вещества, которые должны удалиться через почки. При правильном питании одного литра воды достаточно для выведения этих веществ. К тому же около ста миллилитров выходит с калом и конечно же достаточное количество воды, около девятиста миллилитров, покидает организм за счет испарения с поверхности кожи. Два литра именно столько потерянной жидкости мы и должны возместить. Ну а теперь давайте поговорим о качестве воды, которую мы пьем. В первую очередь это конечно же водопроводная вода. Нужно ли ее очищать? Дело в том, что водопроводная вода в каждой местности разная. Где-то ситуация лучше, где-то хуже. Даже внутри одного города вода может быть принципиально разной. Например, в центральном районе города Тольятти водопроводная вода артезианская, берется из подземных источников. А в автозаводском районе попадает из Волги. Разумеется, перед попаданием в трубы проводится ее очистка, чтобы она была по крайней мере относительно безопасной для здоровья. Так что ситуация в каждом регионе, в зависимости от состояния водозабора, очистных труб и изначальной воды, разная. Тем не менее, практически любая водопроводная вода в нашей стране по санитарным нормам является питьевой. На станциях водоподготовки ее обычно очищают с помощью механических фильтров и обеззараживают хлором, который убивает бактерии и очень активен химически. После чего, перед подачей в наши краны, вода проходит обязательный контроль качества. Кстати, в культурной столице России, городе Санкт-Петербурге, на данный момент одна из самых современных систем контроля качества водопроводной воды. И главные контролеры там раки, и это не шутка. Как все знают, раки живут только в чистой воде, и как только показатели чистоты воды хотя бы немного изменяются, то у раков резко повышается сердцебиение. В лабораториях системы водоканала Санкт-Петербурга постоянно отслеживают сердцебиение раков, и в случае его учащения подается сигнал на пульт управления. Летом используют австралийских раков, зимой – невских. Перед этим их еще тщательно отбирают, чтобы раки были бодрые и чутко реагировали на изменения среды. Но вернемся к вопросу о том, нужно ли все-таки дополнительно очищать водопроводную воду. Несмотря на качественную очистку на станциях водоподготовки, по пути в наши дома из водопроводных труб в воду могут попадать ржавчина, бактерии, соли тяжелых металлов, вещества, образующиеся в результате взаимодействия примесей химических веществ с хлором, опасные химические вещества из-за хранения отходов и коммунальных стоков. Употребление такой воды без дополнительной очистки может привести к проблемам со здоровьем. Ведь даже самые малые примеси этих вредных или токсичных веществ в воде могут задерживаться и накапливаться в организме и достигать значительно опасных доз при больших объемах потребления воды. Можно ли проверить качество водопроводной воды самостоятельно? Да, есть несколько простых способов выявить некачественную воду в домашних условиях. Эти способы не дают 100% результаты и ответы, но могут служить поводом для проведения дополнительных проверок в специализированных органах. Налейте воду в прозрачный стакан. Жидкость должна быть прозрачной, без осадка, постороннего запаха и цветов. Поставьте стакан на лист бумаги с текстом. Буквы должны читаться четко. Жесткость воды можно проверить с помощью мыла или геля для душа. Жесткая вода плохо пенится и чайник с такой жидкостью быстро покрывается накипью. Для приблизительного понимания уровня минерализации попробуйте нанести капельку жидкости на кусочек стекла. После того как вода испарится, проверьте, что осталось на стекле. Чистое стекло может говорить, что в жидкости мало минеральных веществ. Как же правильно очищать воду, чтобы она стала более безопасной и в тот же момент не потеряла своих полезных свойств. Самый простой способ, хорошо знакомый еще нашим бабушкам и дедушкам – кипячение. При кипячении воды выпадают в осадок соли, образуя накипь, благодаря этому вода умягчается. Также при кипячении уменьшается содержание легколетучих компонентов, часть свободного хлора в воде улетучивается. Кстати, воду можно дополнительно отстаивать перед кипячением или употреблением, тогда часть примесей осядет на дне емкости. Ну и собственно кипячение уничтожает почти все болезнетворные микробы, вирусы и возбудители паразитарных заболеваний. Под словом «почти» подразумеваются некоторые микробы, например, бациллус цереус и вирусы, например, вирус гепатита В, которые выживают в кипящей воде довольно длительное время, минуты и даже часы. Но в любом случае кипятить воду, особенно если нет возможности ее очищать, весьма рекомендуется. Отчего кипячение не поможет? Кипячение не уничтожает тяжелые металлы, пестициды, гербициды, нитраты, фенолы и нефтепродукты. При длительном кипячении также возрастает концентрация нелетучих веществ, то есть вода испаряется, нелетучие вещества остаются. Получается, что их концентрация в воде возрастает. Особый класс опасных инфекций — прионы, также не деактивируются даже при кипячении в течение 18 минут при температуре 134 градуса в герметичном паровом автоклаве. Может лучше тогда покупать бутилированную воду в магазине? Существует два вида бутилированной воды — питьевая и минеральная вода в бутылке. Нужно понимать, что в целом питьевая вода в бутылке — это та же фильтрованная, только разлитая в пластиковую тару. Как правило, бутилированная вода с названием «питьевая» проходит фильтрацию через установку обратного осмоса. В итоге получается вода, не имеющая никаких вредных или полезных веществ, и которую искусственно минерализуют после фильтрации. Бывает также и артезианская бутилированная вода, то есть вода, которая берется из подземных источников. Однако обилие примесей часто не позволяет пить артезианскую воду сразу после получения из скважин. Кстати, именно поэтому опасно пить воду из родников. Почти все источники артезианской воды отличаются излишней с засоленностью, то есть вода излишне жесткая. Поэтому для употребления такой воды почти всегда необходимо проводить предварительную фильтрацию. Но у артезианской воды есть плюс – она считается самой чистой и полезной, в ней изначально не выживают микроорганизмы, вирусы и бактерии, и значит значительно меньшая опасность заражения инфекционными заболеваниями. Однако у бутилированной воды есть свои недостатки. Ее упаковка часто состоит из пластика, который может выделять вредные химические вещества при воздействии тепла или солнечного света. При условии того, что пластик крайне вреден для организма, а фильтрованную воду можно сделать и дома, смысла покупать такой продукт практически нет. Роспотребнадзор указывает, что при плохих условиях хранения бутилированная вода и другая фасованная жидкость может стать опасной и вызвать пищевое отравление. Приобретая бутылку с водой, обращайте внимание на условия хранения и место производства, указанные производителем. Да и на рынке встречается сегодня много фальсификата. Важно, чтобы производитель воды был надежный, с хорошей репутацией. В домашних условиях достаточно качественно очистить воду можно с помощью фильтров. Они избавят ее не только от многих нежелательных примесей, но и хлора, тем самым удалив из воды неприятный запах и вкус. Главный недостаток подобных устройств – картриджи, которые быстро забиваются грязью, поэтому за ними нужно очень внимательно следить и вовремя менять. Старый картридж не только плохо чистит воду, но и делает ее хуже. Более того, такая жидкость может стать просто небезопасной для человека. Перед тем, как использовать фильтр, нужно провести анализ воды у вас дома. Каждый фильтр очищает воду от каких-то конкретных элементов – сульфатов, железа и других составляющих. Подберите такой фильтр, который уберет именно те загрязнения, которые будут найдены у вас в воде из-под крана. В противном случае фильтр будет просто бесполезным аксессуаром. Бытовые фильтры условно делятся на три категории. Простейшие бытовые фильтры – фильтры кувшины и насадки на смеситель, средней степени очистки системы, которые устанавливают под мойку, и высшей степени очистки системы обратного осмоса. Фильтры кувшины фильтруют воду медленно и не позволяют очищать большие объемы воды. Катриджи нужно менять достаточно часто, но зато они дешевые и простые в использовании. Удаляют медь и свинец, а вода после фильтрации становится мягкой без посторонних запахов. Насадки на смеситель. Такие фильтры просто надеваются на кран, а вода фильтруется благодаря напору в трубах. Насадки можно использовать только для холодной воды, потому что горячая сразу снизит качество фильтрации и испортит фильтр. Эти фильтры подойдут не для каждого крана и могут ослабить напор воды, зато позволяют переключаться между фильтрованной и нефильтрованной водой. Системы очистки под мойку. После установки эти системы подают воду в отдельный кран, который устанавливается на мойку. Обычно такие системы обеспечивают многоступенчатую очистку воды, обеззараживают и смягчают ее. Они позволяют набирать много воды, экономить место на рабочих поверхностях и не мешают мыть воду. К минусам можно отнести относительно высокую цену и сложную установку. Системы обратного осмоса – самые эффективные устройства для фильтрации воды. Всего в этих системах бывает до пяти ступеней очистки. Системы обратного осмоса состоят из механических фильтров, которые позволяют очистить воду от бактерий, хлора, аммиака, песка и ржавчины, снизить уровень пестицидов, нефтяных и химических продуктов. Высокая скорость фильтрации позволяет создавать запас воды, которая хранится в специальном резервуаре. В то же время системы обратного осмоса занимают много места. Подключаются к системе водоснабжения. Иногда для нормальной работы системы нужно устанавливать насос, который будет повышать давление в трубах. И цена. Система обратного осмоса значительно дороже других фильтров. А теперь давайте подведем итог сегодняшнего разговора. По сути, вода – это раствор различных химических элементов, которые жизненно необходим нашим организмам. Часть из растворенных в воде веществ крайне желательно фильтровать. Но и тут надо знать меру. Полностью очищенная дистиллированная вода не менее вредна. При употреблении воды применяйте по отношению к ней универсальный принцип умеренности и разнообразия. По возможности получайте воду из разных источников. Пейте местную очищенную, пейте местную артезианскую, пейте минеральную воду с далеких гор. И обязательно очищайте водопроводную воду с помощью фильтров. А на сегодня это все. Не болейте. Берегите себя и близких. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал Доктор по соседству. И, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам!